Всем здравствуйте! Закончилась третья неделя перехода в дистанционный формат и я захотела получить от студентов обратную связь, что я делаю так, что не так, к чему присмотреться. Я сделала google форму с пятью вопросами, попросила ответить на нее студентов, которые занимаются у меня, кинула к себе на стену и дала возможность студентам обязательно передать друзьям. Я получила некоторые данные, подумала вдруг еще кому-то это будет интересно, поэтому делюсь в четырех частях. Первый вопрос от ангеты, который я предложила ответить студентам, это какие форматы работы, элементы, инструменты преподавателю стоит использовать обязательно в дистанционном обучении, какие не стоит. Это был вопрос с закрытыми вариантами ответов. Нужно было оценить технологии и формат, которые я предложила в перемешку, поскольку студенты все равно в этом не видят разницы, чтобы они оценили, что лучше не использовать, можно не использовать, радует, когда используют или обязательно нужно использовать преподавателю. На этот вопрос ответило 112 человек. Я точно знаю, что они как минимум с четырех факультетов, может быть больше, поскольку выборка была свободная. Сразу акцентирую внимание, что это прям несерьезные-серьезные исследования, а это мой быстрый способ получить обратную связь. В основном ребята обучались и обучаются в бакалавриате, первый-четвертый курс, совсем немного магистрантов, и вот даже один школьник, ну или пошутивший студент тоже ответил на эту анкету. По оценкам «обязательно» и «желательно», то есть чтобы радовало, что использует преподаватель, больше всего набрал элемент теста. Студенты говорят и дальше в комментариях, которые я предложила, если можно написать, что тест — это самый классный инструмент, в общем, в котором они могут себя проверить, все ли правильно они поняли. На втором месте — это презентация, которая, по мнению студентов, структурирует материал в том порядке, в котором бы это хотел видеть преподаватель, как минимум, и позволяет им сориентироваться в массе ресурсов, которые преподаватель, как правило, накидывает. Следующий, третий элемент — это видеозаписи своих лекций, причем студентов вполне устроил бы скринкаст по презентации, как я делаю это сейчас, для того, чтобы они могли послушать то, что они не успели прослушать, или заменить вот такими видеозаписями своих лекций некоторые вебинары. А также, как вы видите, 93% студентов говорят, что диалоги ВКонтакте позволили бы преподавателю гораздо лучше выстраивать коммуникации со студентами, и очень переживают, что многих преподавателей там нет, или они не готовы общаться с ними там. А вот что попало в категории «не нужно использовать» или «можно не использовать». Больше всего студенты протестуют против форумов, которые довольно часто используются в Moodle. И, ну, моя личная интерпретация здесь — либо преподаватели неправильно готовят этот форум, потому что есть масса способов сделать его каким-то интересным, оцениваемым, продумываемым, потому что студенты пока не приемлют. Либо это действительно тот формат, на котором студенты не готовы учиться. То есть тут надо подумать. Далее — это пиринговые задания. У студентов в анкете это, естественно, звучало не как peer-to-peer, а звучало как задания, которые оценивают, где студенты оценивают друг друга. И вот этот метод студенты считают неэффективными из тех, которых я просила, хотя мне как преподавателю кажется, что это вообще прекрасный метод обучения. Я могу предположить, что, возможно, много студентов первого курса или второго отвечали, которые еще не имеют опыта выполнения таких заданий, или в них остался какой-то негативный опыт выполнения таких заданий. Так или иначе, ну, на данный момент они его отправили в эту категорию. И, как ни странно, проектную работу, выполнение проектов студенты тоже посчитали не лучшим форматом для дистанционного обучения. Я, опять же, думаю, что это либо малый опыт, либо негативный какой-то опыт, который уже был. И в любом случае это отличный метод. Нам просто нужно подумать, как его сделать лучше и как правильнее его перенести в дистанционный формат. Еще из интересного, потому что я не все ответы включаю в этот скринкаст студентов, попалось первое это задание, которое оценивает сам преподаватель. Студенты считают, что это невероятно важно, и они бы хотели больше обратной связи от преподавателя. То есть не просто оценку, которую он ставит, а некоторые комментарии по тому, как вообще это можно сделать. Ссылки на ресурсы и источники. Очень важно отправлять ссылки на учебник, по которому все занимаются, или ссылки на интересные видеоформаты. Вебинар. Смотрите, он все-таки оказался не в топе, не в 90%, потому что в одной из следующих частей, я об этом скажу, студентов имеется негативный опыт вебинара. И вот мне показалось также интересным, что элемент аудиозаписи своих лекций преподавательских студенты рассматривают вот 50 на 50. Половина посчитала, что это потрясающий и прекрасный формат, который преподаватели прямо должны использовать. Они это могут послушать в любой момент. В то же время другие 50 студентов посчитали, что этот формат не должны использовать. То есть аудиозаписи оказались на таких крайних позициях, что говорит о том, что, возможно, у нас визуалы действительно в респондентах оказались в большинстве. Что я как преподаватель взяла себе на заметку из ответов на этот вопрос? Ну, в первую очередь, обязательно выкладывать и не забывать выкладывать ребятам презентации. Я их всегда делаю, но периодически забываю выкладывать. Оставлять тесты, поскольку именно насчет тестов я сильно сомневалась, насколько это рабочий инструмент и нужен ребятам. То есть тесты оставляю. Ссылки на ресурсы, безусловно, задания тоже, но очень с осторожностью использовать задания на эссе или проговаривание какой-то речи. Я об этом скажу в следующих скринкастах. Далее это все-таки набраться мужества, сил, я не знаю, ночных бдений, и сделать скринкаст, озвученную презентацию на несколько лекций, ну или хотя бы одной, нескольких это оптимистично, выложить это и отследить. В Moodle действительно есть такая аналитика, вы можете посмотреть, какие материалы студенты смотрят, и посмотреть вообще, смотрят их студенты или нет. Потому что около 7 лет назад я использовала эту практику, когда я выкладывала скринкаст своих лекций, но в общем-то на них никто не смотрел. Может быть сейчас ситуация дистанционного обучения, все изменилось и надо попробовать. И тут я сделала пометочку, не забывать про Creative Commons, потому что как только мы выкладываем свой продукт в такой общедоступный доступ, имеет смысл его залицензировать. Про то, как лицензировать, есть много интересных видео, в том числе и мы с коллегами МООК по этому поводу подготовили. И я думаю, скоро появятся такие ролики в нашем проекте «Пары на диване». Ну и коммуникация ВКонтакте плюс вебинары. То есть студентам не хватает коммуникативных технологий с преподавателем. Я использую вебинары с поддержкой ВКонтакте, и студенты это обобряют, значит продолжаю идти пока по этому пути. Это все по первому вопросу. Дорогие студенты, большое спасибо за ваши ответы. Коллеги, ни на чем не настаиваю, просто делюсь информацией, а вы уже сами решаете, что делать, что нет, так или нет. Потому что действительно все студенты разные, в том числе и в ТГУ они разные. Это, возможно, совершенно непоказательная картинка. Но, тем не менее, некоторые вещи можно взять себе на заметку и попробовать, по крайней мере, проверить или поговорить со своими. Ну вот, всем спасибо, всем хорошего дистанционного формата. Продолжение следует...